Сейчас все по порядку вам объясним, как мы миллион рублей сэкономили. Короче, собрали вот такую опалубку. Давай выноси. Сейчас угол отломается там. Не отломается. Хотелось бы так, чтобы поставил и забыл. Ты начну сейчас писать, ты что, так и закрепил, блядь, и он уже упадет от ветра. Ну это пи***т эти мебельщики в комментариях. Короче, лаборатория первомайская одобрена. Вот такой светильник, чтобы его, если пойти купить, он будет стоить пятнашку. Можно дешевле купить, китайский какой-нибудь, да, он будет выглядеть примерно. Ну может какой-то металлический. Но он не будет монолитный. Вам для понимания это монолитный. Сейчас расскажем, как это все. Сколько он весит, кстати? Я думаю, килограмм 30-40 весит точно. Как два мешка цемента. Ну понимаете, да, монолит с Китая, там же все по весу, наверное, там каждый килограмм стоит долларов каких-то. Это будет очень дорого. Будет, значит, какой-то аналог. Либо металлический, либо пластиковый. Пластиковый откидываем он уже не то, это какое-то подобие. Металлический плюс-минус еще нормально, но все равно стоит денег. Это стол сами сделали, Серега сделал. Ты собирал когда-нибудь мебель? Не знаю. Ты чертеж какой-то или просто сам нарисовал? Ну на глаз вот сделал, нарисовал еще. Ну это пиздец эти мебельщики в комментариях в основном по мебели, когда я показываю, что можно самому и сделать. На распил нарисовать, на распил отдать, вам напилят, вы ее собрали. Понятное дело, что кухню нет смысла с первого раза собирать. Ну все же начинается с одного шага, там сделал какой-то шкафчик, табуреточку, что там, пенал какой-то. И потом уже понял, потянешь кухню, нет, все, собрал себе кухню. Что делать, если хочется такой светильник, но не хватает денег, пятнашка же реально до хера. Как сделать за двушку, за 2 500? Вот мы вам сейчас и расскажем. Короче, собрали вот такую опалубку. Нам нужно сделать две вот таких закладных детали. Они вообще в магазинах стоят квадрат около 600-700 рублей. Можно еще сэкономить вот эту конструкцию, сделать с пенополистирола. Взять экструдированный пенополистирол, он пожестче будет. И всю ту же самую систему сделать. И все, этот фонарь вот сюда монтируется. Все, это заливается. Эта канитель остается уже внутри бетона. Это снимается, и сюда уже потом фонарь монтируется. Потом шпильки. Ну, шпильки я вот такую конструкцию сделал. Здесь они продеваются, а отсюда уже потом торчат. Но шпильки, это такой спорный вопрос. Я всегда просто арматуру, если дешевле, арматуру заложаю. Это как закладные, на что крепить. Какой-нибудь морской клей есть. Пробурили в бетоне, потом отверстие заполнили из пистолета клей. И вставили арматуре на место шпиля. Это, кстати, еще дешевле будет. Ну, не знаю, если прям вот так уживаться, чтобы он максимально был. Я бы убрал эти шпильки, поставил арматуру. Дальше там же закладывается гофра. Распред-коробка. Ну, распред-коробку я, наверное, в следующих изделиях тоже уберу. Много времени занимает. Можно распред-коробку где-то, ну, вывести уже отдельно ее сделать. Значит, просто прокладывается гофра вот сюда подводится. Да. А здесь у тебя наживляется... Вот сюда, да, нагреваешься? Вот так? Да. Да, 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 да. Вот она заложена. Ну, а там она как, подожди. Она, вот смотри, если вовнутрь посмотришь, вон она и гофра идет. Все, отсюда гофру я делаю, здесь заклеиваю и пошла гофра. Все это все заливается, а сюда уже сам фонарик устанавливается. Важный момент такой, что это все нужно обязательно силиконить. Можно как бы плюнуть на эти моменты, вот где примыкание идет, опалубки всей. Если швы не просиликонить, тогда что, Серег, вида, да? Тогда углы, влага вся уходит, и они жесткие не будут, будут осыпаться. Цемента у меня ушло полтора мешка, и песка где-то тоже мешка два. Потом воск вот такой понадобится, пластификатор понадобится. Ну, это на много раз хватит, ну, пластификатора хватит, ну, на раза два-три. Воск дает, чтобы потом опалубку легко было снять, чтобы она снималась легко. Плазываешь. Воском прошелся, просто все побрызгал. Обрызгался в аэрозоле, да? А пластификатор? А пластификатор, он эластичность бетону дает, и он раскрывает уже бетон все вот эти его функции. И Серега говорит, сюда можно было вообще-то так же в закладной диодик подвести. Все, он посвечивает. А вот эти буковки он вырезал. Есть, кстати, нарезанные? Да. Есть такой этот ЧПУ-станок. Короче, все вот это лепнино, там молдинги какие-то делают из пенопласта, вырезает станок. Вот, пришли, заказал, на компьютере чертится чертеж, и потом он уже там плотер остановлен, как он называется, вырезает вам какую нужную фигурку. И Серега прикольную идею говорит, можно было из оргстекла прям вырезать на ЧПУ-станке, оставить в бетоне и подвести сюда диодик. Как такая легкая подсветка, прикольно тоже бы смотрелось. Мы все цену не можем это сказать на этой трепке. Гофра 100 рублей, давай округлять метр погонный. Гофра нужна, коробку отсюда вычеркиваем. Тысяча песок с цементом, ну цена в Калининграде Х2, помните. Патрон со светильником сколько? 800 рублей. 800, ну 1900, вот тебе и все. Ну, опалубка идет на первый лист, 2500 в дальнейшем, у тебя же с каждым фонарем. Если тебе нужна такая опалубка, может ты обойдешь кем-то другим, может там гипсоплиту разово, там в пленку, ты оборвешь, оно обернешь, не знаю. Ситуации там разные, короче, выходы есть, может это считать не будете. Но по материалам 2000 рублей, взамен там 15 тысяч рублей. Но даже если 10 тысяч рублей он стоит, 8 тысяч экономить, сколько нам сюда светильников нужно? Ну, только вот сейчас на первую улицу нам 20 домов. На каждый дом по 5-6 фонарей минимум. Вот. Сколько это? 60-120 фонарей, если по 8 тысяч там экономить, 800, да? Ну, по 960 тысяч рублей. Неплохо, да? Одному человеку собрал разово, поставил человека сюда двух, все. Складывает, вибрирует. Кстати, вибрировал как-то? Нет. Все, сам не надо, форму залил, прогнал, да? Пойдем его вынесем на улицу, поставим. Давай. Давай выноси. Сейчас все по порядку вам объясним, как мы миллион рублей сэкономим. Куда ставить? Куда ставить? Я снимаю. Светильник снимаю. Офигенно, Серега. Его же красить не надо? Не надо. Кстати, освещение тоже посмотрите, подсветочку. Это для понимания, для прикола. Это дом на продажу. Кстати, да, забыл сказать. Вот это пока не продается. То есть, в объявлениях дома эти не увидите. Цена, ну, не знаю, как приедет сюда. Это Калининград, поселок Первомайский. А сколько домов одноэтажных здесь, кстати, будет стоить? Сейчас три будем строить, а там дальше посмотрим уже, как они будут. По размещению, на самом деле, вариантов кучек. Можно по углам, можно, ну, тоже прикольно будет среди травы, он будет смотреться прикольно. Если бы он сюда монтировался, тогда сюда закладывается перед укладкой, перед мощением, закладывается в гофре также кабель. Ну, вся разводка у вас внешне идет. Ну, плиточку эту выдергиваем, просверливаем отверстие, вытаскиваем саму гофру, чтобы запитаться здесь. Ну, намечаем те отверстия, где у вас будет эта шпилька или арматура. Пробуриваем и все вставляем. Ну, либо, если не в плитке, тогда вам нужно в тех местах заранее спланировать сделать опалубку, подвести также эту гофру туда, залить опалубку. Ну, опалубку сняли потом, ну, и в эти места также просверлили отверстия, подсоединили все по электрике и поставили светильнички. Я-то сравниваю с другими фонарями. Ну, вот, скажи пример, все сравнивают. Ну, я сравнивал с этими, с обычными китайскими фонарями, которые стоят, ну, самый дешевый, это 6 тысяч рублей, более-менее 8-9 тысяч. А с чего он сделал? Металлический, тонкий металл, что, ну, мы их устанавливаем, их очень много установили. Его ставишь, ну, если заделся, с сумкой будешь идти, ну, можешь сломать его. Там и крепления такие. Крепление все хиленькое, да. 6-9 тысяч. Ну, вот о чем в начале ролика я говорил, что если брать китайский, он не будет такой основательным монолитным, потому что доставка, она считается по весу. Это я так предполагаю, может, я ошибаюсь. Поэтому нужно облегчить, облегчить металл. Металл самый тоненький, крепление такие, ну, антивандальные, не антивандальные, скажем так. И может быть проблема. Это как парковочные столбики, наверное, часто смотришь, да, они вот так вот все стоят. Чуть задели их и все, и покосил их. Хотелось бы так, чтобы поставил и забыл. Короче, лаборатория 1-го майская одобрена. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok